Приветствую вас и вопрос, который вы задаете, действительно лучше бы, наверное, переобсердовать в разделе эзотерики, там вам подскажут несколько, наверное, более превентивно по вашему вопросу. Для психологии, для специалистов по психологии вы мало информации предоставили о себе, почти ничего вы не рассказываете о себе, и фотография вас, к сожалению, ни о чем не говорит. Кроме только того, что вы находитесь в том возрастном этапе, на той возрастной позиции, когда довольно сложно найти себе друзей именно, значит, по той простой причине, что у каждого человека есть своя устоявшаяся позиция, своя устоявшаяся, значит, схема мира, ну, как мир видится, вот. И, конечно, в таком аспекте довольно сложно найти себе друзей, именно поэтому в основном друзей все-таки заводят в детском подростковом возрасте. Вот. Значит, почему у вас не получается довести с настоящими друзьями, ответить на этот вопрос можно только если поработать с вами и понять, в чем ли заключается причина этого. Потому что, исходя из того, что пишете вы, довольно сложно сделать вывод, почему. Вот почему у вас не получается довести с друзьями. Ну вот, причин может быть очень много. Например, вы неправильно воспринимаете людей. Например, вы через чур, чрезмерно растворяетесь в них, в людях тоже. И, естественно, это им не нравится, и они вас отталкивают. Причина может быть в том, что вы неправильно подаете себя, и люди не понимают ни ваших намерений, ни ваших целей относительно их, ни, собственно, того, какая вы. Причина может быть в том, что у вас банально отсутствуют общие интересы. То есть, нету поводов, по которым бы вы могли реально с ними сблизиться, с людьми я имею в виду. И это, к сожалению, тоже проблема. То есть, вариантов, именно вариантов, может быть довольно много. Какой именно из этих вариантов вам подходит, сказать практически невозможно, если только не общаться с вами непосредственно в личной беседе для того, чтобы как-то постараться понять вашу проблему. Потому что в противном случае это будет просто стычки в небо с целью угадать, с целью угадать, что у вас за проблема. Мне бы не хотелось, потому что все-таки психолог это человек, который именно работает с информацией, а не угадывает. Но очевидно, что у вас проблема с коммуникацией и проблема с значением этих людей для вас. Определенно, что в этих двух аспектах у вас скорее всего наблюдаются определенные проблемы. То есть, необходимо наладить, во-первых, коммуникации, в сторону коммуникативных проработок. Во-вторых, значит, то, что нужно сделать вам, это, значит, подумать, какое значение эти люди для вас имеют. То есть, почему вам так нужны друзья? Вот. Зачем вам нужны друзья? Так вот конкретно, как вы это говорите, да, и так далее. Зачем? Вот, вот, постарайтесь на этот вопрос так же ответить. Это очень будет полезно. Соответственно, был ли у вас опыт дружеских отношений с людьми? А если был, то, соответственно, чем этот опыт закончился и так далее. То есть, почему вы, несмотря на опыт, да, несмотря на то, что в друзьях какие-то у вас были, вы все равно отзавестись друзьями, как я понял, не смогли. У этого определенные есть причины, и с этими причинами я бы хотел, чтобы вы поработали. Прива сами, а потом, возможно, и через помощь психологу. Вот. Соответственно, это то, что я думаю вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, надеюсь, что он вам оказался полезен, мой ответ. Простите, что не так полно, как, наверное, вы и хотели бы, но информации вы предоставили очень мало. Вот. А если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, я вам помогу. Ну, мы все обсудим, все посмотрим, разберемся в причинах и так далее. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.